В 108-м псалме, 7-й стих, читаем, молитва его да будет в грех, как это понять, какая молитва может вмениться в грех? Так, очень интересный псалом, очень интересный, очень необычный, разрушающий наше, скажем так, толстовское восприятие христианства. Вот, но вопрос касается не тех гневных слов, которые произнесены в этом псалме в отношении не простого грешника, надо сказать, а предателя. Предателя, который предал человека, ему доверившегося, и при этом посмеялся над доверившимся, поглумился над доверившимся ему человеком. Это не простой грех. Вот, именно подобные вещи были усвоены средневековым сознанием и нашли яркое отражение в структуре ада, как его рисует великий Данте. Помещая в самую нижнюю мучительную часть именно предателей против благодетелей своих. Вот, то есть это особое для мысли, скажем ли, свидетельство псалтыри, для, по мысли средневековой церкви, предательство в духе Иуды, самый тяжелый, самый непоправимый, самый мучительный грех именно в отношении подобных людей, говорятся такие слова. Но речь не о псалме, а об одной только строчке. Псалма, какая молитва может быть меняна в грех? Вообще, на самом деле, в Священном Писании очень много свидетельств о том, что в молитвах меняется грех. Просто мы не читаем, скажем, пророка Исаия или других пророков, мы вообще как-то не любим читать пророков. Они пишут об этом немало. Вот, например, первая глава книги пророка Исаия. «Если бы Господь Савов не оставил нам небольшого остатка, то мы были то же, что Содом, ободобились бы Гоморре. Слушайте слово, Господне, князья Содомские, вникай в закону Бога, наш народ Гоморский». Речь, естественно, идет не о Содоме и Гоморе, а о жителях Иерусалима, иудеях. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен всесожжениями овнов и туком от корольного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, не носите больше даров тщетных. «Благоухание отвратительно для меня, новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и вместе празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидят душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Вот из такого, скажем, выражения очень ясно говорится, что когда руки наполнены или сердце, тут, потому что раньше в молитве воздевали руки, как сейчас священник во время божественной литургии, вот, когда руки наполнены кровью, молитва человека в грех. Собственно, об этом же говорит нам и Новый Завет, если ты вспомнил, что брат против тебя имеет что-то, лучше иди и примирись с ним, оставь в жертву, потом придешь и принесешь. То есть, если что такое кровью наполнено, в случае, скажем, вот с лирическим героем 108-го псалма, это предательство, он предал того доверившегося человека, заставил его страдать, он прошел через скорби, страдания и смерть, особенно если это соотносить со Христом, как пророчество о Христе, а вот эта вот молитва да будет грех в отношении к Иуды, то как бы совсем все приобретает какое-то, метафоричность пропадает, появляется историческая конкретика. То есть, когда человек в результате наших действий претерпел кровопролитие, был убит, пострадал, вот, то я не могу молиться, моя молитва будет вменена в грех, мои руки наполнены кровью. И чтобы это изменилось, надо перестать делать зло, и тогда начать делать добро, и тогда вот молитва снова становится принимаемой Богу. Об этом же Исаия говорит и в 58 главе своей книги, говоря о том, что люди, которые неправильно постятся, Бог не слышит их молитв, даже несмотря на то, что они постятся. Они слышат потому, что люди постятся для того, чтобы ссориться, делать зло и притеснять окружающих. То есть, мы понимаем, вот, соотнося первую главу с 58 главой книги пророка Исаия, мы понимаем, что речь идет не о буквальном смертоубийстве человека по твоей вине, но вообще всякое страдание человека – это его кровь. Но это объективно так. Мы, там, люди страдающие, они кровью своего сердца пишут свою жизнь. Страдание – это наша жизнь, мы страдаем, и это тесно связано вот буквально с нашим физическим, физиологическим, глубинным состоянием. Это пролитие нашей крови в том же смысле, как который, скажем, без пролития крови не бывает прощения. Не в смысле буквальном убить надо всякого, чтобы он простил, но пострадать надо всякому, чтобы быть прощенным. Либо он терпит страдания, посылаемые ему Богом, либо сам несет покаянный труд, и в этом страдании покаянном он очищает свое сердце. То есть, по сути дела, когда речь идет о том, что из-за нас страдает другой человек, вот эта молитва, она становится, вменяется в грех. «Сделай так, чтобы из-за тебя близкий перестал страдать, приходи, и Бог примет твою молитву». Вот это и есть ориентироваться на книгу пророка Исаии. В книге пророка Иезекииля, в 14 главе, есть похожие ситуации. Там пришли некие старейшины народа к пророку Иезекиилю и вопрошают о воле Божьей. Он говорит, вам не будет возвещена воля Божьей. Бог не примет вас, потому что у вас идолы в сердце и соблазни чести перед очами вашими. Это все-таки немножко другое. Это не то, что молитва будет вменена в грех. Бог говорит, что Бог не откроется вам, если ваше сердце наполнено идолом, которому вы служите. Не Богом, на самом деле, а идолом. То есть вы, на самом деле, молясь Богу, помощи-то ждете не от Бога, а от чего-то другого. От своего ли ума, от связи своего соседа или родственника, от искусства своего или еще от чего-то. То есть вот когда человек молится, а при этом надеется не на Бога, уповает не на него, то молитва не вменяется в грех, но все равно принято и услышано не будет. Но вот всегда, всякий раз, когда мы заставляем по нашей вине, по нашей причине страдает ненадуманно, по-настоящему объективно страдает человек, то наша молитва вменяется в грех. Мы должны исправить последствия своего зла, мы должны помочь человеку, мы должны добиться того, чтобы он перестал страдать, если он страдает по нашей причине, и тогда молитва наша становится принятой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok